200 метров на спине, 500 метров кролем. Еще ряд разных упражнений на воде. Всего за одно занятие молодые спортсмены преодолевают порядка двух километров. Уже после осваивают азы дайвинга. Самый юный участник проекта Илья Нищенков. Ему 14 лет. Сейчас Илья учится погружаться в воду с аквалангом. Чтобы полетев однажды с родителями на море, у него была возможность изучать подводы мир на дайвинг-экскурсиях. Мама увидела в новостях, мне рассказала. Мне интересно стало. Я захотела прийти. 15-летняя Лисан Тюменева узнала о курсах дайвинга также из новостей. Вместе с подругой они решили попробовать научиться мастерски плавать и погружаться в воду. Лисан хочет стать подводным исследователем. Она нигде не купалась, не плавала. Первый раз я почувствовал, что я плавучая. Бывает по-разному, но глубина иногда нагрузки дает. Впечатление хорошее. Курсы подводного плавания для этих ребят, а их здесь 30, организовали представители Русского географического общества Татарстана. Хотели собрать группу из 15 человек, но желающих оказалось больше. Они в буквальном смысле слова атаковали нас со всех сторон. Люди просто не уходили, не сидели. Возьмите нас и все. Я всю жизнь мечтал. Я всю жизнь хотел этого и так далее. Мы поняли, что нужно напрягаться, нужно изыскивать возможности, но людям надо помочь. Занятия проходят с сурдопереводчиками. Инструкторы, обучая своих подопечных водному погружению, сами также перенимают опыт. Правда, общение. Порой под водой им не хватает знаков для изъяснений между собой. Мы пользуемся слейдами, но это неудобно. И поэтому мы у них перенимаем какие-то знаки вроде как помощь, да, там вот это папа, мама. Может быть и нам не нужны, но мы все равно как бы пытаемся изучить. И вот недавно на Пасху мы выезжали на шашлыки и как бы с ними общались. И у нас есть под водой знак «Нет воздуха, дай подышать». И когда я спрашиваю у него, говорю, а как будет мясо? Он говорит, вот. Я говорю, а как поесть? Вот. То есть, я говорю, это под водой. Мы говорим, дай мясо подышать нам. В группу попали лишь те, кому заниматься подводным плаванием, разрешили врачи. Выпускники курсов смогут стать тренерами по плаванию или же подводными борцами. Осенью организаторы проекта планируют провести соревнования по акватлону. Летом молодые спортсмены примут участие в экологической акции по очистке водоемов. Это будет их первый опыт в погружении на открытой воде.